Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я сейчас сижу рядом с Наташей Арнаут. Это врач-апушер-гинеколог, город Кишинев, Молдова. И у неё есть просто уникальный опыт. Конечно, лучше, чтобы его не было, но так получилось. Просто ко мне бесконечно обращаются люди, у которых есть страшный диагноз, стокачественное заболевание, чего-либо. И это люди, которые идут на химиотерапию. И очень важно правильно себя вести в момент химиотерапии. И Наташа, я думаю, нам расскажет об этом. Только немножко громче, потому что... Здравствуйте. Во-первых, что я хочу сказать, что это не самое страшное, что может случиться с человеком. Поэтому не разочаровайтесь. И еще прочее. Да, не самое страшное, что может случиться, это, во-первых, страх. Я думаю, что страх и депрессия — это то, что влияет худшим образом на людей с таким диагнозом. Мне повезло. У меня муж такой очень позитивный, смешной. И я как-то могла перейти эту грань, депрессию. И начала, конечно, работать над собой. И, можно сказать, с этой болезнью не к борьбу я вела, но как-то начала ее понимать, принимать. И уже как-то она сама от меня потихоньку ушла. Во время химиотерапии, конечно, это тоже очень такой тяжелый период. Я первый раз, когда первый курс химиотерапии прошла, будучи врачом, я знала тогда только классическую терапию. И я ничего другого не пользовала. Это был худший период моей жизни. Это было очень страшно, очень больно. Ну, качество жизни падало до нуля. И я поняла, что мне они назначили врачи 18 курсов. И я после первого курса уже практически не жилец была. Так что я начала искать ресурсы, хотя бы чуть-чуть свое качество жизни улучшить. Итак, я нашла продукцию НСП, которую поначалу я боялась, не знала, как повлияет на химиотерапию. Но результаты были хорошие, болезни отступало. И я чувствовала себя в сто раз, наверное, лучше, чем химиотерапия без этих препаратов. Конечно, я начала с хлорофилом. Даже в день химиотерапии я выпивала по полтора литра воды с хлорофилом. Обязательно лопло тоже в тот день. Ну, в принципе, в день химиотерапии больше ничего другого. Лопло и... Помогать в работе почек и помогать в работе кишечника. Да, хотя бы токсины из кишечника вывести, потому что химиотерапия влияет очень-очень сильно на ЖКТ. Да, это... И потом, после день, который вот химиотерапия, на следующей неделе, это была полная детоксикация тоже. Каждый день хлорофил, лопло. И я параллельно уже, я когда видела такие хорошие эффекты, то уже подумала, что может помочь химиотерапии, помочь уже этими лекарствами. Ну, не лекарствами, а натуральными продуктами. Я начала энзимотерапию с протеазом. Это протеаза, да? Да, и тоже очень-очень хорошо себя чувствовала. По сколько? По три капсулы. Два раза в день утро мне просыпалась в шесть, принимала три капсулы протеазом. Потом занималась, начала постепенно заниматься какой-то физической активностью, начала йогой заниматься. После этого, после йогой я лопла. И принимала, и вот только после сорока минут уже завтракала. И, конечно, уже начала продукцию именно по той, да, по моей проблеме. Индол всегда, я до сих пор его принимаю, очень люблю. По два, две капсулы два раза в день. Брест комплекс, конечно, тоже каждый день всегда. Пострадавший орган молочная железа, поэтому индол брест комплекс. Да, да, да. Паударко, в тот момент, когда мне поставили диагноз, Пау-пау не было, я заменяла Паударко. Я начинала по одной четыре раза, потом до четыре, по четыре капсулы, в три или четыре раза в день принимала, да, очень долго. А потом уже появился Пау-пау в сентябрея, и его. Кромче-кромче, а то они не будут слышать. Ну, продукции очень много. Конечно, я свою печень помогала лифгардам или милптисам. Что еще? Да, у меня были метастазы в позвоночнике. Да, поэтому мне нужно было кальций обязательно, остеокус, кальций магний хилат принимаю до сих пор тоже. Что еще? Да, периодами зомброза, антиоксиданты, всякий витамин С, витамин Е. Ну, продукция вся очень-очень мне помогала. Есть, которые я, есть, которые я всегда, каждый день принимаю, вот, Пау-пау, ендол, бресткомплекс, хлорофилл, локло. А есть те, которые я очередую, да. Там протиазу я выпила шесть месяцев, потом сделала паузу, сейчас я опять начинаю протиазу пить. Именно энзимотерапия, на площадке ее. Еще, да. Скажите, что было и что сейчас, какая ситуация? Если бы сейчас. Да. Ну, был рак мороженый желез в четвертой стадии, с метастазами в позвоночнике, в тазобедренную. А сейчас все, болезнь отступила, я в ремиссии, уже, как, наблюдаюсь. Как, я не могу сказать, что просто наблюдаюсь, да. Я принимаю эту натуральную продукцию, и я чувствую, что она мне помогает, что... Главное, не бездействовать никогда. Да, то есть, если такой залет был по здоровью, значит, нужно делать больше, чем все остальные люди, которые имеют условный уровень здоровья высокой. Обязательно, и каждый день физическая нагрузка. Ну, я выбрала для себя йогу. Ну, каждый, кто, что любит, у меня для позвоночка нельзя бегать, и поэтому я йогой занимаюсь. Да, и всегда после физической нагрузки я лобку принимаю. Еще периодами я йогой делала, но не с лимфатик дренажа, а с протазом. Да, и протаза, и рерославер, тот красный клевер, да. Да, тоже его обращают перед физической нагрузкой в разный клевер. Скажите, сейчас, когда у вас хороший такой результат, обращаются ли к вам люди, которые в такой же ситуации? Да, конечно, обращаются. Я недавно начала эти консультации проводить. Уже результаты есть очень хорошие тоже у других. Мне пишут, звонят, говорят, что боли сначала, отходят боли, потом общее здоровье, общее состояние улучшается. И уже будем наблюдать, видеть, как дальше все будет. Я надеюсь, что у всех будет, особенно те, кто пользуется ездными продуктами, то у них обязательно все будет хорошо. Да, господа, смотрите, вроде бы самое такое серьезное состояние, но мы с вами не безоружны. Понятно, что мы должны использовать все, что предлагает современная медицина, но надо помочь себе выжить, себе выжить. Потому что на химиотерапии, без поддержки печени, без поддержки почек, без реставрации нормальных микробов, которые живут в нашем кишечнике, очень сложно на самом деле. Поэтому я очень благодарна за такой опыт Наташи. В общем, продолжайте. Я очень благодарна. Мы очень благодарны.